В Миннесоте в прошлом году исследователи из клиники Мэйю создали свиней, по телам которых текла человеческая кровь. Мы с вами говорили уже, друзья, в течение, наверное, четырех лет, мы говорим с вами о том, что свиньи – это те же люди, 95%. Свиньи – это человек. То есть свинья – это чуть модифицированный человек, то есть больше облика животного. Но на самом деле свинья – это человек. Нам даже это показали, друзья. Помните путешествие Одиссеев, где Одиссей к богине Церцеи попадает, и там она его друзей превращает в свиней, а другие – голодные. И эти же самые друзья, то есть часть друзей превратили в стадо свиней, а часть друзей остается голодными, и они хотели сожрать своих товарищей. Помните такое? Так это когда было друзья. А теперь нам только начинают открывать глаза, что якобы это возможно. Это проводится уже даже не эксперименты, а как просто база работы с матрицей человеческого гена. А в Стэнфордском университете в Калифорнии в конце 2005 года был проведен эксперимент по созданию мышей с человеческим мозгом. Вы понимаете, когда мышь с человеческим мозгом, она ощущает себя человеком, она разумная. Это как дюймовочка, девочка, да? Помните, жаба, ее жених этой дюймовочки, сама дюймовочка ростом с цветочек. И все то же самое было и тогда. Это наши сказки. А сегодня мы читаем, что Стэнфордский университет Калифорния создает таких мышей. Ну так этих мышей можно обучать, и они у вас пролезут в сейф, пролезут в квартиру, пролезут в ваши вещи, в ваши волосы. Они будут выполнять любую команду, тем более они чипированные. Они действуют по команде. А мозг – это живой биологический компьютер. Ученые считают, что чем больше человека подобно животное, тем лучше будет модель для его исследования лекарств или, возможно, выращивания запасных частей, таких как печень, для трансплантации людям. Опять, все только на благо человека, все только для здоровья человека. Но мы с вами уже говорили о том, что в 3D-системе можно вырастить, сделать, создать и печень, и почки, и сердце, и даже нового самого человека, а пересадить ему только мозг. То есть новое тело создается, старое сдается в утиль. А мозг пересаживается. Вот все как просто. Но нам почему-то все время наворачивают какие-то трудности и запутывают, запутываются лиды. Ну, поэтому большая часть населения все время говорит, этого не может быть, этого не может быть. Мозг включите, все может быть, друзья. Наблюдение за тем, как человеческие клетки созревают и взаимодействуют в живом существе, также может привести к открытиям новых медицинских методов лечения. Но создание химер человека и животных, названных в честь монстра в греческой мифологии, у которого была голова льва, тело козла и хвост змеи, вызвало беспокойство. То есть ученые взяли и просто создали такую химеру. А нам говорят, не может быть, не может быть, ничего не может быть. И есть видеокадры, друзья, где в Сирии велась война, и вдруг появились какие-то солдаты, которые арабов и других солдат, воевавших, взяли в плен, переодели их в оранжевые костюмы. Но в России это были полосатые костюмы, или где? В фашистской Германии тоже полосатые, помните, да? Но теперь это оранжевые костюмы, тоже, чтобы отличить, да? В дурдоме там голубые костюмы почему-то введены. Вот такая ситуация, система костюмов. Это система, значит, изоляции людей от общества. В Сирии были арестованы солдаты, которых арестовали, на которых напали так называемая армия нефилимов, то есть армия химер, людей, которые совершенно не похожи практически на людей. Они большие, они суперсильные, они летают, они прыгают, может быть, там на 10 тысяч километров, они ползают по домам, по стенам, для них нет преград никаких. И если вы помните, в 2017 году я для вас рассказала историю о том, как китайские солдаты, китайская армия начала клонировать суперсолдат, которые обладали левитацией, то есть которые могли летать, могли просто исчезнуть, появиться в другом месте или просто летать. У каждого солдата своя функция. Но в Китае это случилось давно, а в России этим вообще всегда занимались друзья, причем занимались не российские ученые, хотя российские тоже. Это Бехтерев на острове Новая Земля, друзья, остров Доктора Моро. Помните фильм? Я предполагаю, что это о Бехтереве фильм. Как раз об острове Доктора Моро это фильм о Бехтереве. Вы можете посмотреть этот фильм «Остров Доктора Моро» и понять, о чем я говорю. Если вы думаете, что Бехтерев был великий и добрый волшебник, это не так. Это был злой ученый, который соединял несоединимое. Соединял животные белки с геном человека. Франция и Китай разработали тоже биологически модифицированных суперсолдат. Все готовятся к какой-то войне. Вы заметили? Я думаю, что эта война будет как раз по уничтожению человечества. Сначала будут болезни, которые сейчас распространяют. Потом это будут идти зачистки. А зачистки обычные солдаты этого не сделают, потому что они в таких же условиях, как и вы. Вы можете прятаться в лесах, в полях, в пещерах. А вот от супермодифицированного солдата вы уже не спрячетесь. У него аппаратура, встроенная в мозг. Он вас видит по тому, как, скажем, в пещере вы сидите, а он видит, что там тепло есть. Значит, там живое существо сидит. И это будет очень скоро, друзья. Вот уже в 2023 году это может быть. В 2023-2025 они будут ходить уже совершенно свободно по нашей земле, потому что нельзя сказать, что это наша земля. Мы, друзья, здесь точно такие же пришлые люди. Итак, Франция и Китай разработали биологически модифицированных суперсолдат. Они занимаются созданием биологически модифицированных суперсолдат. И как они объявили, что разрабатываемые системы помогут улучшить физические, когнитивные, психологические способности всех подопытных. Министерство Франции поднимало вопрос о создании особого препарата, который бы в разы увеличил физические способности обычного солдата. Также рассматривалась возможность улучшения слуха с помощью хирургического вмешательства. Правда, неясно, кто добровольно согласился на такие опыты над собой. Этот вид суперсолдат ученые Китая и Франции называют хомо робокопус. По словам специалистов, надо людьми проводиться или будут проводиться. Они всегда так обтекаемо говорят, что, чтобы не отвечать за свои слова, собственно говоря, поэтому и говорят, будут эксперименты ведутся по внедрению новой ДНК для улучшения их возможностей. Ну, конечно, энтузиастов будут тщательно отбирать, как пишут различные статьи, но не в этом дело. Это вот существует очень-очень давно. Не сегодня, не вчера и не завтра, а во время Второй мировой войны уже эти роботы существовали. Но, друзья, об этом, как-то видите, не очень-то известно. Может быть, поэтому прячут архивы войны. Усиленные солдаты будут бионическими людьми, которые смогут быстро бегать, совсем не нуждаться в отдыхе, мало пить и есть. Таким образом, суперсолдаты будут готовы сражаться постоянно. То есть у них мозг будет нацелен на то, чтобы бесконечно сражаться, получать команду и сражаться. Такие существа, которые не нацелены на то, чтобы наслаждаться жизнью. Нет, они должны только убивать. И вот наше население Советского Союза, как вы видите, оно тоже намного больше роботизировано. В настоящий момент оно тоже бесконечно хочет убивать. Даже просто сидя на диване с картошкой в глотке хочет убивать, убивать, убивать. Потому что это в менталитете. Это врожденная, это генетическая особенность. Усиленные солдаты, если внести изменения в ДНК солдат, то они даже смогут стать невосприимчивыми к болезням, перестать чувствовать боль. И в первую очередь это можно использовать военных целей, конечно, для превосходства над врагом. А враги кто, друзья? Они сами себе враги. То есть они выдумывают врагов и начинают бороться. Самое главное, это ведь как в войнушку играть. Два ребенка сидят в песочнице, играют в войнушку. Точно так же правительства всех стран. Таким образом они просто уничтожат большую часть населения. И это выгодно, потому что когда перед тобой 10 человек, ты ими легко управляешь. Когда перед тобой 1000, попробуй-ка управься. Профессор военных исследований Майк Ларк сравнил это введение снова ДНК с животным. Мы находимся на этом этапе, когда можем манипулировать человеком, человеческим ДНК для точности, да, чтобы улучшить силу, скорость, рефлексы людей. А что делал Павлов со своими собаками? Помните, рефлексировал с ними вместе. То же самое мы делаем с животными. Совершенно точно это можно делать теперь с людьми. Франция уже получила право на создание технологии микрочипы для мозга. Импланты разрабатываются в Гонконге. С помощью них солдаты смогут видеть в темноте. Это для создания бионических глаз и улучшения слуха, друзья. В разработке находятся специальные наушники, которые сделают слух суперсолдат сверхчеловеческим. Экзоскелет для ног – самый развитый имплант из всех. Скелет будет прикрепляться к ногам солдат и увеличивать их производительность в 27 раз. Синтетическая кровь находится на раннем этапе создания. С помощью технологии солдаты смогут долго находиться на два доли. Если осуществятся все планы стран, то в ближайшем будущем человечество ждет первая армия биологически модифицированных суперсолдат. Но именно поэтому, друзья, ведутся войны в Африке и в Сирии. Нам же никто не говорит, что там воюют суперсолдаты. Однако же воюют. Рост теперешних суперсолдат, которые воевали в середине 20-х годов, то есть это 2017-2015 год, 2012-й, рост их был почти 3 метра. 2,5 метра, может быть, метра. Вот такие солдаты, которые, естественно, они возвышаются над обычным человеком. Рост обычного человека – метр 70, метр 80, метр 85. Это как-то обычный средний такой уровень человека. Поэтому если солдат, суперсолдат 2,5-3 метра, то насколько он больше, естественно, он реально просто мощнее. Это то, друзья, что сегодня вошло в нашу жизнь, но нам об этом не говорят. И есть даже фильмы на этот счет, когда животным вставляют мозг человека или просто к телу быка пришивают голову человека. Эти фильмы, друзья, 70-х годов. А фильмы, когда в жизнь входят? Через 50 лет. После возникновения уже не просто экспериментов, а уже целой армии проэкспериментированных роботов, биороботов, клонированных, как угодно. Нефилимы их еще называют. Их по-разному называют. Но нам от этого не легче, потому что создается некое оружие, биологическое оружие в виде человека, который будет гораздо сильнее обычного человека, и он будет призван просто уничтожать, потому что, видите, у него даже кровь-то не течет человеческая. Кстати, кровь человеческая течет, как мы с вами начали говорить об этом в начале ролика, у свиней. Вы понимаете, что это значит? Просто это человек, полностью человек, чуть модифицированный внешне. Это свиньи, которых едят люди. Может быть, поэтому мусульмане не едят свиней? Может быть, поэтому происходит такое, чего вы не понимаете? А те, кто ест свиней, те практически каннибалы. Думайте об этом, друзья. Это важная тема. Не отмахивайтесь, не отворачивайтесь. Это то, что уже с нами сегодня в жизни. Если вам не показали, если вам не сказали, что это так, это не значит, что этого нет. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Таня Карацуба, Сиитбурган. Субтитры создавал DimaTorzok